подсказывать и какие сихи больше действия голосом подсказывать друг другу крема очень хорошо проходит андрей рогаников бьет попадает защитника тут хорошая рикошет под королем и открывает счет в матче с первым подкрым слету не получилось должен стараться бороться на стреле и удача нового в этом эпизоде улыбнулась счет открыт и Сюниха выходит вперед 1-0 и есть первую голову у этого коллектива в чемпионате вот третий тур стал для меня счастливым и снова вот эта подача фирма на дальнюю и на этот раз с третьего раза все получилось кто замкнул вот не удалось нам увидеть благополучно прилетает в руки Сергея Плюхина Александр Прокопух играет на опережение навешивает на дальнюю удар головой и это расстрел буквально с трех метров в исполнении Александра Рощина грозное оружие вышел на замену и без гола уже точно домой не отправится 88-й номер отличился Алмаз Алхазапанта выходит вперед 2-1 ну отметим конечно же классный навес вот так и снова Алмаз у нас калшипаз в домик проходит но там вот в зоне никого не оказалось подбор выигрывает Александр Шашуков Александр бьет и это гол дубль формирует усиление из Тюменского края Александр Шашуков только я вернулся в нижний Тагио сразу два мяча забил особенно красивый и тут болельщики со всех сторон говорят что да было все классно сделано застал в расплохи и защитников и голкипера Александра где не сиди как терять мяч Александр классно уходит на дриблинге подает пас на Александр Хнычкин на выход 1 на 1 и это 4-1 16-го номера так и два Александра разыграли комбинацию и делал счет уже разгромным в пользу Алхазапанта Алмаза Александр Шашуков 2 главная передача сверхрезультативную игру он показал в втором тайме в первом видимо вот что-то привыкался вспоминал тридийский футбол все таки в тюмене он тема в выпуске стал у нас футболчик и после матча Адрю нам дает Аксей Самойнов игрокома трех из оплата менеджер клуба Аксей приличное впечатление матчика осталась игра неплохо сначала просто что-то ребята расслаблено вышли первые минуты не все успевали к стату да это между цехами у них были соревнования получается это четверо основных игроков позже подъехали на второй период первые как бы играли кем есть ребята неплохо сыграли конечно один гол обидный пропустили в защите не разобрались а так в принципе все нормально вам Максим пришлось во втором тайме играть в обороне очень надежно действовали часто играете защитимы ну всю жизнь как бы и защитить КВГ тут в последнее время просто приходится подпечататься к атакующим действиям ну и как скажите Александр Шашуков он же в тюмене как он так приехал и сегодня отыграл за вас так вызвали на серьезную иглу как бы подмога нужна была на матч сезон он прибыл да да молодец не забыл команду он в том сезоне за нас играл сколько забил, сколько голевых он сегодня дал я не считал он что два забил вроде и голевую точно ну или две то есть три взаимные действия Александра да да стабильно стабильно будете звать его еще на концовку сезона конечно если и будет только в Тагиле обязательно если вы за первое место он в команде в заявке подзываете спасибо большое удачу вам за следующих играх да счастливо можно выиску расследить на музыкальном сражении так что в принципе условия приемлемы для футбола еще и параллельно с этой игрой идет супер матч в Санкт-Петербурге Россия в Финляндии в рамках ох ты хороший момент и гол в дебюте удается забить Ксени Гоцу делает это лидер команды молодой дарвания Вадим Ванечкин номер 22 только матч начался Вадим уже очевидное результативное действие на свое имя записал по-моему это уже третий мяч в первенстве Алиной Сенегойс уходит вперед вот вчера уже тур у нас стартовал в поселке Северном в Нижнем Тагиле на стадионе Алмаз Хозяева у Казепанта уверенно переграли аутсайдера первенства команду из Тюниха он же интригился счет там 4-1 но скажем что Тюниха вчера сотворили небольшую сенсацию в новой форме первый тайм они выиграли он все время очередной выход 1-1 у Сергея Симонова дает нам передачу на Вадима Ванечкина и Вадим оформляет дубль 22-ой номер забивает еще один гол таким образом в Сенегойс очень удачно проводят старт матча делают уже два мяча ну отметим в эпизоде Сергей Симонова как всегда не пожадничал с галдоверного так по мини-футболному уже гости заявили мяч ворота серега серега гол то будет пока разминается Сергей передачами и тут очень так грубо ошибаться последний защитник выход 1-1 и Вадим Ванечкин все-таки оформляет хэт-трик придачу ему отдал Владимир Шипов номер 5 основная их связка сработала как и в первом туре там пара немало головы организовали классный дриблинг там закладывал Владимир в итоге от двоих ушел и своей активностью заработал 11-метровые Вик Владимир Шипов стал делом этого эпизода не выдержу нерву Артема Петухова видимо под катером скосил буквально гостя из Синегорца и сам же Владимир Шипов подходит к точке а пытается разбавить серега голов в Вадим Вадимов Ванюшкин молод с своим забитым мячом точки разбег и удара практически по центру просто переиграл Владимир Шипов по кипера он поделал один угол а один спокойник продел центральную часть ворот ищут у нас 4-0 еж подел до с мячом Комбинация удар и пробивает голкипера. Я считал прям в него, но с такой силой, мощностью, что справится в фонтаре. Не смог, а очередной гол Вадима Ванечкина. Уже таким образом покером оформлялся. Он намерен последний год, кстати. Считает у нас 5-0. Точнее 0-5. Можно уже петь песню, какая боль, какая боль. Юность-Высокогорец, Синегорец. Точнее набор Синегорец, Юность-Высокогорец 5-0. Сергей Мишаков, голубая ошибка во вбороне. Начинаем от Юности-Высокогорца. И еще становится 6-0. Сам отобрал, сам наказал. Пустой номер в Синегорце. Юный форвард. И вот принимаю поздравление от Вадима Ванечкина и партнеров. Перехват. Снова Нукри. Один в центре поля. Тут партнеры уже помогают. Удар. И это, это у нас 0-7. Дубль формирует 6-й номер. Вот у него с точностью все в порядке. Ваше настроение. Футболист. Матч в интервью нам дает игрок команды Синегорец, поселка Баринчинского. Владимир Щипов. Владимир, поделись в печенье матча, как сказал, сыграть для вашей команды. Все здорово. Все было. Великолепная игра была. Здорово. Как дела? Забили сегодня 7 мячей. Очень такой результативный матч получился. Давно вы не забивались только в одной игре? Да. Давненько мы не забивали. То есть можно сказать, что в стадион Юности для вас красиво стало. Основая арена. Ну давайте с вами выберем в ВП матча, который им стал сегодня. Ваши представители. Ванечка. Вадим Ванечка, 22 номера. Сегодня сколько он забил, сколько голевых отдал? 4 забил. Покер оформил. Да и 2. И 2 передачи. То есть хороший очень такой результат. Ну поздравляю вам с такой победой. Продача в следующих матчах. Спасибо. До свидания. После матча в интервью нам дает главный тренер команды Синегорец, поселка Баринчинского. Сергей Николаевич Давыдов. Сергей Николаевич, поделись впечатление матча, как стал сыграть для вашей команды? Игра как складывается. Значит, ну сначала, как я видел, было видео, да, как бы, ну удалось забить сразу 2 гола. Хороший дебют. Ну хороший дебют, товарищ Ванечкин тут отучился, у нас по-моему 4 гола. Покер оформил, да, в 1. Так, значит, ну команда видно, ребята, что лет по 18, наверное, да, по 18? Ну, есть, да, и 18, 20, 22, вот так вот. Молодая, молодожная состава. Вижу, школа высокогорца, уральца и... Юности. И юности. Ну вот как-то нам удалось выиграть, я не знаю как. С таким кругом счетом. Давно не выигрывали 7-0. Не помню, не помню. Да за все эти годы, знаешь, как... Было когда-то и 7-0. Ну давно очень, да. То есть хороший результат, в день еще, когда вот сборная играла. Да, сборная играла, и мы параллельно играли. Только там не 7-0. Да, успевание там следит, как развиваются события. Когда они на матч шел. Как, звонили мне люди, звонили, звонили мне, конечно. Моментов была куча во втором тайме. Куча не куча. У сборной или у синегорца? У сборной. У нас есть несколько моментов. У вас еще больше. Группа атаки последние 20 минут мы могли забить еще... Скажу, что вам одного гола не хотелось, чтобы выйти на чистое первое место. Нужно было выиграть 8-0, а тогда вы обошли флатуну спутниками подожжать. Не хочу сказать. А, то есть вы не смотрели для этого? Я как бы сильно не... Что за голами верну? Ага. Я же еду, не рассчитываю там забить 7 голов. Ага. Ага. Главное собрать все, приехать, отыграть все. Ага. Ну, задача понятна, но набить все. Ага. Не, нормальная команда, ребята все. Как вам футбольное поле? Вот, наверное, даренько на стадионе, на центральном юносе не играли. На юности, я, знаешь, помню свое детство, свою юность, когда еще был стадион «Строители». А, другое название было. Это же «Строитель» школы. Уралмарш играл, мы ездили частенько, это, что получается, 70-е годы. То есть Уралис здесь выступал, основная команда города? На этой арене. Наверное, да. Но я сейчас уже не помню. Уралис играл здесь, конечно, на юности. Так вообще, я те школы, помню, были... Самая сильная, считаю, школа, без обид, людям сказано, это на спутнике. Спутник, школа сильная. Ну, в те годы спутник, высокогорец. Кого не пропустить-то? В общем, в Тагиле куча футболистов. Есть из кого выбрать. То есть, так вернулись во времена своей молодости, выйдя на эту арену? Все, вот на строительстве так, как было. То есть, все так осталось в таком же... Мне кажется, так вышел, в виде, как и не обиделось. Поле желтеет, как и везде. У нас тоже дождей нет. Трела желтые. Ну, возможно, даже вот газон. Примерно как у вас в Баранче, да? Сказался. И ваша команда продемонстрировала. Хороший футбол. Результативный. Небольшую удачу принесло. Ну, и давайте еще с вами выберем лучшего игрока сегодняшнего матча МВП, кто им стал. Может, голкипера отметим? Вадима Леонова, он уже второй игру проводит на ноль. Понравился парень. По-моему, 17. Да, в моей команде. Да, в вашей. Голкипера дадим звание. Давай, голкипера. Голкипера на ноль отыграл. Давай, нормально отыграл. Действовал безукоризненно, практически. Да, игроки в поле могли забивать, как говорится. А в составе хозяев отмечаете 18-го номера? 17-го. Сергей Ласкин. Да, да, да. Ласкин. Ласкин действовал, да. Сразу видно, что это. То есть, игрок... Играет на область он в ЗНТМК. Да, уровень. Ударный хороший. Сразу. А, кстати, почему не было сегодня Кирилла Баллайо вашего лидера? Драмированного. Небольшую травму получил? Его мает нога. Нога, пах болит. Ну, уже не первая даже. Полгода, наверное. Зиму, весну и лето. Ну, как бы... Играем все равно. Переерывный привет, шрам здоровья. Затем. Ну, это... Вадим Баллайо сегодня покер охорный. Почему потом вы в итоге его переместили на позицию защитника? Ну, дали людям молодым побегать впереди. Прапол защитника. Острие, атаки. И люди играют. И сработала вот эта ваша замена. Два глаза забил 21 номер уже? А, нет, шестой, шестой, шестой. Два глаза. Кто это был? Шестого номера нет. Ну, вот последний два глаза забил. Юный футболист. Двадцать, двадцать, как бы я вам сейчас скажу. Пятнадцать номер шестой. А, пятнадцать. Пятнадцать. Ширинки, а имя? Денис Ширинки. Денис Ширинки. Нечасто он выходит в старте, видимо, да? Да нет. Нет. Он сегодня вышел на замену и два глаза забил. Ну, спасибо большое. Не будем вас больше мучить. Поздравляю с таким хорошим результатом. Удачи вам, может, в следующих матчах приезжайте еще в Нижний Дагил. Дай бог приедем. Ага. Дай бог приедем. Дай бог приедем. Средиземпермас. Средиземпермас. Также, как я всегда, в составе. Играющий тренер. Ну, и руководитель спутников Фатумы. Уже сборовки. Так, все их пешки. Очень опасно. Аксей Кудина. Пидача на дальнюю. И это уже один один. Средиземпермас. Всем привет. Ветеран салюта. Пытался вывести. Один на один. Попробова не получилось. Дмитрий Шубаев там. Видимо, здесь он на промфлаге. Данан Кибарк. Собрал первым местом. Ветеран КТО. И вот все, что он на флангах кет. У них ухо, шипа вторым местом. Суда на дальнюю. Абсолютно нет. И это... У нас 2-1. С подачи визов атаков забивает. И 10-й момент будет. Лидер всего чемпионата. Кто-то идет на первом месте. Уже и в этом матче. Тоже. Дмитрий Шубаев вперед. Владимир Владимирович. Хороший взворот. Мяч. Заброс наперед. Асайда нету. И это 2-2. Снова Александр. О, ну как же. Ну, это не важно. Субтитры. Мяч. Но обычно... Боже, тут мячей не пропускают. Чемпионат. Удастся прерывать. Солют. Заблаживаешься. Обнивала снова. Максим Троев. Пенальтиния назначена так, золи. А, салюта. а а а а а а вся трибуна салюта расстроена а 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 У нас есть группа проходит. У нас есть под портфелем, на улице недалеке, на УАЭС-ТС ХАС тренируется, готовится у нас в России, на стадионе Сапуньев. Мы приглашаем всех болельщиков в эту субботу УАЭС-ТС принимает Петомбол из Томбольска, из Камерской области. Интересная игра будет, всех любителей приглашаем поддержать. УАЭС-ТС выступают вот в третьей дивизионе из России. УАЭС-ТС. 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 Кто тебя заменил? Денис? А фамилия? Эй! УАЭС-ТС. В общем, у нас после первого тайма произошла замена у Салюта вместо Максима. Вышел Денис. Видимо, так выяснить и не смогли на старте второго тайма. Может, походу, еще какого-нибудь узнаем. и счет после первого тайма противостояния спутника фортуны красной форме и салюта со старателя 3 2 впереди зер джинсы у нас поднято ухты и это у нас сразу же такой супер быстрый гол все так стремительно случилось а кто забил из игроков болельщикам тоже пока не могут помочь максима кто забился тоже не зам подача удары и мяч сетки ворот автогол автогол у нас состоялся и спутник фортуна благодаря игроку салюта снова впереди такой подарок сделали старательцы ошибка салют в атаке и сравнивают счет 4 4 и кто бы вы думали это сделал но как обычно александр обухов забивает четвертый мяч в на и покер суперката демонстрировать грозный форвард салюта не сдается ведет свой коллектив у нас через замена готовится у спутника фортуны я это сласов уже у кромки поля алексей варин макаров и еще игрок 23 хороший забросы асада нету выход 11 у эльгиза делаем паузу без дальний угол технично закруточкой и снова спутник фортуна впереди ну и передачу отметим там очень было все классно сделано ассист был идеально снова у нас провал случился в обороне у салюта предъявляет претензии богдан юрьевич свечков за положение в нигде на вас мячу спутника можно положить играть тут хороший отбор делал визит сущая александр обухов и зарабатывает пенальти будет шанс у него оформить пентатрик в одном матче это будет конечно рекорд вчера у нас вадим ванечкин соседний горец оформил покер четыре мяча а вот сегодня александр забьет еще и в концовке матча станет просто супер супер героем тура один пенальти он уже забил посмотрим нас не мог формить второй пенальти и пентатрик одним ударом да просто фантастик у нас какая-то на вагонке и забивать голкипер сделать все что можно было коснуться мяча но пробил пробил александр и его такой перформанс уже устраивает ну тут конечно после пяти мячей и танцуешь и спляшешь и споешь еще но партнеры призываются не расслабляться забивать 6 5 5 5 но просто у нас суперперестрелка впервые спутник пропускают столько мячей на одном поле сегодня уже 10 мяч это 22 мяча в третьем туре то есть по результативности он даже обходит второе тур где было забито 18 мячей хотя в матче там будет сыграно 4 ну еще и если у футболистов обеих команды показать увеличить с 22 до нового рекорда конечно наверно уже не будет побит там было 27 мячей мы увидим и в спину толкает игрок салюта венгера там поставил в эпизоде ты сара лимов и возможно со стандарта будет у спутника снова выйти вперед хорошо не разыграют ух ты чудо гол забивает виталия сергеевич бетман застав располагал киперам правильно ждали дистанции прямо по перекладину и снова спутник фортуна впереди благодаря удару играющего тренера 21 номера вот такой вот у нас конец матча по пути за снимем еще вот разминку называется т.с. . . . . . . . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир, он сказал привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гражданин, можно ли большое интервью по матчу? Вот мы снимали. А кому-нибудь можете из-за крюковки? Мишка. Пару вопросов. Как фамилия у вас? Груздев Михаил. Петличка. Давайте на поле уграть СТС. Потом возьмут. Да ладно? И после матча в интервью нам дает Михаил. Грузия, Грузия. Игла команды с Салют. Михаил, по действиям матча, как осталась игра для вашей команды? Ну, слушайте, в принципе, положительная игра сложилась. Результат немножечко не порадовал. Могли бы зацепиться за ничью в первую очередь, но из-за ошибки небольшой вратаря, так скажем, пропустили последний мяч 6-5. Но в целом игра получилась хорошая. И, ну, надеюсь, боевая, да. Дали бои, конечно, одной из самых сильных команд. Ну, в принципе, результат нормальный. Давайте расскажем пару слов о вашем лиде. Безусловно, он стал в IP матч. Александр Обухов. Первый фэнт от виг в чемпионате. Все верно, все верно. До чего дается Александр вам такие результаты демонстрировать? Скорее всего, целеустремленность у парня очень хорошая. И также боевой настрой общей команды, я так считаю. Ну, в целом, игра очень хороша, боевой настрой. Да, обидно, обидно, потому что... Ну, немножко, да, обидно, да, что обидно, конечно. Картоночки там все-таки могли... Могли, да, могли зацепиться за ничью. Сенсации у лидера отобрать на новом стадионе. Я согласен. Ну, будет еще возможность это сделать? Да, конечно, сделаем. Уже во втором круге? Во втором круге зацепимся. Сейчас дома? Да, дома зацепимся. Спасибо, большого удачи вам. Спасибо, всего доброго. Ну, и на этом мы заканчиваем. Анастасия заключительного матча Тетю Актура. Чемпионата города. Смотрите. Большой футбол. Приходите побладеть за Уране СТС в субботу. До свидания и удачи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...